Всем доброго дня, это Гелиосар и Биология просто. Учебник биологии, 7 класс, за авторством Сухоруковой, Кумченко и Колесниковой. Параграф 28. Подцарство многоклеточные, беспозвоночные животные. Вспомните, чем одноклеточные растения отличаются от многоклеточных. У одноклеточных растений нет органов и тканей. Они состоят из одной клетки, и эта одна клетка выполняет все функции жизнедеятельности растения. В то время как у многоклеточных растений есть различные ткани, есть различные органы, которые выполняют разные функции. Возникновение многоклеточности – важнейший этап в эволюции живой природы на Земле. Многоклеточность – основа разнообразия животных. Основные признаки подцарства. Тело животных подцарства многоклеточных состоит из большого числа клеток. Клетки разнообразны по строению и системе и функциям. Они могут объединяться в ткани, органы и системы органов, которые выполняют определенные функции в целостном организме. Все многоклеточные животные проходят индивидуальное развитие, начиная с деления одной клетки. В зависимости от строения в подцарстве многоклеточные выделяют радиально-симметричных или двуслойных и двусторонне-симметричных, трехслойных животных. К первым, то есть радиально-симметричным или двуслойным, относят тех животных, у которых тело состоит всего из двух слоев клеток. Эктодермы – наружного слоя клеток и энтодермы – внутреннего слоя клеток. К ним относят кишечно-полосных. Важным этапом эволюции стало возникновение трехслойных животных. Между эктодермой и энтодермой образуется третий слой – мезодерма. К ним, к трехслойным, относят всех многоклеточных животных, начиная с червей. Многоклеточные более устойчивы к действию факторов внешней среды, чем простейшие. В результате они достигли огромного разнообразия и освоили все среды жизни. Выделяют до 20 типов многоклеточных животных. Происхождение многоклеточных. Отечественный биолог Илья Ильич Мечников в 1886 году предположил, что многоклеточные происходят от колониальных жгутиковых, способных к внутреннему питанию. Общим предком многоклеточных животных, вероятно, было существо, отдельные клетки которого заглатывали и переваривали пищевые частицы так, как это делает амеба. Мечников назвал такой организм фагоцителлой. Позднее был обнаружен вид, похожий на предполагаемого предка многоклеточных. Им оказался трихоплакс, представитель типа пластинчатые. Тип пластинчатые был выделен сравнительно недавно, в 20 веке, в 1971 году. Этот тип объединяет крошечных длиной нескольких миллиметров морских ползающих животных. Их тело тонкая пластинка, быстро меняет очертания, не имеет ни передней, ни задней части. Так вот, тело трихоплакса сплющено и покрыто жгутиковыми клетками. Внутри, в студенистом веществе, находятся клетки, осуществляющие пищеварение. Беспозвоночные животные. Принято делить царство животных на две группы. Беспозвоночные и позвоночные. Однако это деление не имеет систематического значения и не отражено в современной классификации. Беспозвоночные – многочисленная группа животных, не имеющих позвоночника. Она объединяет огромное разнообразие видов, до двух миллионов. В то время, как позвоночных насчитывается всего лишь 45 тысяч видов, возможно, число видов беспозвоночных значительно больше. В настоящее время и в 21 веке продолжают открывать и описывать новые виды. Наиболее многочисленные среди беспозвоночных – членистоногие, а среди членистоногих – насекомые. Беспозвоночные освоили самые разнообразные места обитания и играют важную роль в наземных и водных экосистемах, круговороте веществ в биосфере. Все кишечно-полосные – хищники. Много хищников и паразитов среди червей, паукообразных, насекомых. В экосистемах они регулируют численность других видов. Свободно живущие черви, моллюски, ракообразные насекомые – важное звено в пищевых цепях. При питании остатками растений и животных они перерабатывают содержащиеся в них органические вещества, что способствует повышению плодородия почвы. Многие ракообразные моллюски фильтруют воду и способствуют самоочищению водных экосистем. Вопросы. Каковы отличительные признаки подцарства многоклеточных? Разумеется, отличительным признаком является наличие многих клеток, то есть появление определенных органов, может быть еще не тканей, но органов. То есть клеток, которые выполняют защитную функцию, внешнюю, и клеток, которые выполняют пищеварительную функцию, то есть внутреннюю. То есть появляются какие-то первые органы. Пусть они совсем небольшие, примитивные, но они уже есть. Какой организм был наиболее вероятным предком многоклеточных животных? К нему относят трихоплакса. Такое, или, так сказать, организм предка назвали фагоцителой, но наиболее похож на фагоцителу, современный организм трихоплакс. Он действительно очень похож. Многоклеточный, но при этом пластинчатый и очень простой. Каких животных относят к беспозвоночным? Животных, у которых нет позвоночника. То есть нет некого такого твердого внутреннего стержня, на основе которого крепятся все остальные внутренние органы. Почему они играют важную роль в экосистемах? Потому что они появились наиболее рано. Их огромное, этих беспозвоночных, огромнейшее количество, свыше двух миллионов. И естественно, что они и перерабатывают органику, и потребляют ее. И при этом сами служат пищей для огромного количества более сложно организованных существ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова